Все, мы можем работать. Известно, что вы были первым российским музыкальным журналистом, сделавшим большое интервью с Теймиром Натальдом, подготовившим аналитический материал о творчестве группы, и в частности об альбомах Мехитуб. Чем привлекла вас эта работа? Ну, на самом деле, я даже не знала, что я первый российский журналист. Для меня это большая честь. Ну, сделать такой пресс-релиз о группе мне предложил известный промоутер и музыкальный деятель «Табрис Шахиди», который, я так понимаю, представлял интересы Теймора и группы «Колдунья» в России в тот момент. Но дело даже не в том, что это была такая работа. Мне было очень интересно послушать их музыку в записи, оценить ее, и действительно она меня привлекла после того знакомства вживую, которое было очень ярким, очень впечатляющим. Я послушала альбом и поняла, что действительно мы имеем дело с очень самобытной командой, ни на что не похожей. У нас таких групп нет, и мало того, что она несет нам свою такую национальную идентичность, что ли. Она еще очень интересна и смело объединяет свою азербайджанскую музыку с разными источниками, которые идут от классической музыки, от рок-музыки разных ее направлений. И все это объединяет в такой вот очень необычный и яркий эксперимент. Поэтому я с большим удовольствием послушала диск, и мне было действительно интересно поговорить с Теймором, разузнать о его, так сказать, музыкальном бэкграунде, узнать о его взглядах на музыку, о том, как он дальше собирается развивать свою команду. И я подготовила такой действительно аналитический материал, в котором рассматривалась и музыкальная составляющая, и идеологическая. И, конечно же, было очень интересно рассказать российским слушателям о том, о чем поет эта группа. Потому что, я так понимаю, что принципиальная позиция колдуни была петь на азербайджанском языке, и в этом она себя не изменяла. Поэтому просто по песням пройтись и сделать такой небольшой перевод содержания, что ли, для российских слушателей. Прежде всего, на самом деле, мне было очень интересно послушать в записи ту группу, которая меня так поразила на фестивале в 2000 году, потому что действительно мне это запомнилось. И когда Таврис предложил мне познакомиться с Теймором и послушать его музыку, я, конечно, с удовольствием согласилась и поняла, что и Теймору человеку очень интересно, и с ним просто бесследовать одно удовольствие. Вот так вот состоялось наше личное знакомство, и на основе этого интервью я уже сделала вот такой материал. Ну, стилистически, если подходить, то, наверное, это можно назвать этно-арт-роком, я бы так назвала. Ну, на самом деле, все определения достаточно узкие, сухие, и трудно определяет группу, потому что в ней совершенно разные слились компоненты в ее музыке. Это и фьюжн, и арт-рок, и прогрессив-рок, и этно-рок, и, собственно, этническая музыка как таковая. Потому что колдунья очень интересно использует национальные лады. Собственно, на Мулгамах основана значительная часть ее музыки, и использует и национальные инструменты, и в том числе приглашает и ансамбль народных инструментов. Поэтому это такой вот синтез. Но самое, как мне кажется, главное, это то, что эта музыка несет какой-то посыл слушателю. Потому что без такого месседжа, без смысла, музыка остается пустой. В колдунья как раз есть вот это вот содержание, очень глубокое и важное. И не имеет значения, что группа поет на другом языке, который нам, может быть, непонятен. Мы все равно это чувствуем. Это именно стремление заглянуть в душу, внутрь самого себя. Слушай, эту музыку мы задумываемся о том, что, собственно говоря, у нас внутри. Пусто у нас внутри или есть у нас какое-то внутреннее содержание. Поэтому мне кажется, что в широком смысле это просто такая хорошая музыка. Музыка с большой буквы. И не стоит как-то ее втискать в какие-то рамки, чем-то ограничивать. Если даже мне позволено будет использовать такое слово, как духовность, сейчас немножко затасканное, то я бы сказала, что музыка колдунья – это глубоко духовная музыка, потому что она нас заставляет задуматься. Задуматься может о каких-то вечных вещах, которые мы не понимаем в последнее время жизни, мы не обращаем на это внимание. Но есть какие-то истины, есть какая-то красота, есть какие-то силы, которые шире нас, шире обыденности, шире нашей простой жизни. Это может быть действительно такая возвышенная духовная музыка, которой нам, конечно, очень не хватает сейчас. Поскольку я еще работаю в журнале «Инрок» и являюсь постоянным автором этого журнала, то когда я узнала о том, что Теймур переехал в Москву и здесь продолжает свою музыкальную деятельность, конечно, мне стало с ним интересно очень встретиться. Правда, произошло это не сразу, а вот только в 2009 году, когда, собственно, вышел пятый альбом «Был поколдунник», на котором мы писали рецензию уже для этого журнала. И по поводу выхода этого альбома мы с Теймуром встретились, и я взяла у него интервью для нашего журнала «Инрок». Конечно, интересно было проследить эволюцию группы, как менялся ее стиль от такого яркого этно-разнообразия к более, может быть, жесткому, такому тяжелому звучанию. И обо всем этом мы с Теймуром поговорили, о его планах, о его работе в Москве уже, о его сотрудничестве с группой «Калашников Бэнд». И, конечно же, об этом альбоме, который, я надеюсь, будет у группы все-таки не последним, и мы еще услышим ее. Надеюсь, что даже и в живую.